Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. По сути, замыкаем мы страстную неделю, завтра день. С точки зрения, опять же, ликвидности, как по канону, скажем, экономической практики, обещает быть недостаточно волатильным, но с другой стороны, мы все прекрасно видим и знаем, чем сейчас живет рынок. Это эскалация геополитической напряженности, которая никому не дает покоя. Поэтому, даже несмотря на то, что завтра отдыхают европейские площадки, я думаю, что мы вправе рассчитывать на то, что денек будет не то чтобы хуже, чем предыдущий, а может быть даже под закрытием недели мы увидим еще более интересные движения большинства финансовых активов. Отчасти можно уже подводить итоги недели. Оказалась она крайне удручающей. Я абсолютно не доволен тем, что сейчас происходит на финансовых площадках. Опять же, то, что сейчас обсуждается вокруг Сирии и Северной Кореи, является причиной, как мы уже говорили, ухода трейдеров в защитные инструменты, не позволяет нам сделать упор на слабость отдельных рисковых активов, не позволяет нам зацепиться за рост доллара, который пока слабину не даст японской валюты, пока трейдеры снова не перераспределят капиталы в пользу более, на мой взгляд, доходных инструментов. Тех трендов, которые бы нам хотелось увидеть, мы, к сожалению, наблюдать не будем. Вот единственный актив, который, пожалуй, немножечко, немножечко только поддержал настроение, это бренды WTI, то есть рынок метроресурсов черного золота. Потому что, наконец-таки, после целой череды восстановительных бычьих свечей под нюхом, мы увидели распродажу. Вот, кстати, давайте прям с нефти начнем, подведем итоги вчерашнего дня и попробуем определить, с чем это было связано. Но, безусловно, в целом, новостной фон особо-то и не меняется. Мы стараемся следить за каждым отчетом, который характеризует этот рынок, пытаемся найти какие-то дополнительные сигналы, оправдывающие либо то, либо другое направление. Ставим с вами медвежий горизонт, поскольку понимаем то, что фундамент этому располагает. А вот рынок, вопреки прочего, продолжает восстановительное ралли и вот уже подобрался к верхней ценовой границе того коридора, который мы с вами наблюдали еще до разговоров, опять же, о эффективности первого этапа соглашения ОПЕК по ограничению производства нефти. Поскольку вчера мы все-таки увидели снижение, и вчера в центре внимания трейдеров, которые следят за статистикой по рынку нефти, был отчет по запасам, можно связать, собственно, реакцию трейдеров и факты выхода данного релиза. Я допускаю то, что вчерашняя распродажа связана с тем, что ожидания, опасения рынка за более превосходящие темпы добычи в Штатах компенсируют, нейтрализуют, оказываются сильнее сейчас, чем положительный фон, опять же, от того же самого снижения запасов нефти от США. Так вот, по данным администрации аналитической информации, вчера мы получили цифру, согласно которой запасы нефти за прошлый индивиду в США снизились на 2,16 миллионов, против, собственно, той статистики, которую наблюдали некоторое время назад. Соответственно, если говорить в целом про релизы, я хочу отметить то, что снижение запасов – это отчет, который прервал, опять же, трехнедельный цикл увеличения запасов. И стоит отметить то, что это всего лишь второе снижение недельных запасов с начала 2017 года. То есть были предпосылки того, что мы войдем на весенний-летний сезон, и это, в принципе, должно было заложить основу для тренда сокращения запасов еще давно, но, по крайней мере, на прошлой неделе уж точно, поскольку у нас и данные администрации, точнее, американского института нефти, также сигнализировали о том, что запасы просели. Но вот на прошлой неделе мы помним то, что официальная статистика была совсем другой. Сейчас эти отчеты ввергся друг с другом. Накануне АПИ сообщили о том, что запасы снизились, и вот официальная статистика также сигнализирует о том же. Параллельно с запасами был еще опубликован насчет по объемам нефтедобычи в Штатах за прошлую неделю. Здесь исключительно медвежий сигнал, потому что добыча нефти выросла на 36 тысяч баррелей в сутки, доведя общий показатель производства до 9,23 миллионов. И как будто бы предвкушает то, что этот тренд будет сохранен дальше, мы буквально днем ранее получили возможность проанализировать доклад ближневосточного картеля, где четко обозначены обновленные прогнозы по добыче нефти в США до конца этого года. Так вот, по мнению ОПЕК, добыча может вырасти примерно на 200 тысяч баррелей до конца 2017 года. Аналогичные данные буквально днем ранее мы с вами анализировали от администрации энергетической информации, потому что, в принципе, им куда ближе статистика по объемам добычи нефти в Штатах. Может быть, они имеют возможность более объективно оценить ту ситуацию, которая сейчас складывается на рынке нефти. Так вот, еще днем ранее мы с вами говорили про прогноз администрации энергетической информации, согласно которому рост добычи будет продолжен и дальше, как минимум, такими же темпами. В 2018 году мы и вовсе можем увидеть планку по добыче в 10 миллионов баррелей в сутки. Прогнозы регулярно пересматриваются. Буквально в марте месяце мы с вами от той же самой администрации энергетической информации получили совершенно другие сигналы. Тогда прогнозировалось рост объема добычи нефти до 9,6 и 8, то есть 9,68. Сейчас уже пересмотрено, получается, больше, чем на 200 тысяч баррелей. Я уверен, что мы каждый месяц будем с вами, безусловно, возвращаться к данной статистике. Мы будем следить за теми цифрами, которые у нас закладываются, опять же, в будущие котировки по прогнозам нефтедобычи. Параллельно продолжим осмотреть, как рынок будет готовиться и приспосабливаться к возможности продления сделки энергетического пакета до конца 2017 года. Опять же, хочется поставить в качестве цели возможность снижения бренда и уход снова ниже 55 долларов за баррель с потенциальным тестированием 52 и потом же поддержкой 50. Но все будет, опять же, зависеть от рыночных настроений и от того, смогут ли медведи осознать тот факт, что у них достаточно козырей на руках, чтобы потеснить позиции этого актива и быть объективно сильнее, чем быки. Ну, друзья, посмотрим, давайте, за тем, как будут развиваться события дальше. У нас еще завтра Бейкер-Хьюз, это количество внутренних терминалов в США. Обычно эта статистика уже 13 недель подряд позволяла нам торговать через снижение нефти, но реакция, в принципе, следовала не сразу. Поэтому сейчас я допускаю возможность того, что этот отчет тоже поддержит нас, как медведи, потому что находимся мы на очень высоких экстремальных значениях по нефти сейчас. И пора бы уже, конечно же, разворачиваться, если все-таки на этом рынке остались такие же преданные медведи, как, собственно, и я. Рубль 56-55, не будем останавливаться на российской валюте, здесь тенденции ясны. Доллар японская иена. Вот здесь я, с вашего позволения, сделаю, опять же, на крайне громкие заявления господина Трампа, которые он позволил себе, по сути, в конце прошлой торговой сессии. Если вы внимательно следили за торгами, то, думаю, ближе даже к 9 вечера по московскому времени, в принципе, все складывалось так, как мы с вами прогнозировали. Но пусть не так динамично, как хотелось бы, но все равно были и возможности для ослабления рисковых активов. Унта А, там, Австралиица, Новозеландца. Доллар Канадец также был в центре нашего внимания. Мы посмотрели, собственно, на этот дуэт валютных активов. И, разумеется, я, исходя еще из содержания новостного фона, предлагал вам поставить на рост этой валютной пары. Но вот то, что мы услышали от Трампа, к сожалению, спутало нам все карты, потому что Трамп сообщил о том, что доллар, по его мнению, слишком дорог. Он считает то, что низкие процентные ставки более полезны сейчас для национальной экономики, нежели высокие процентные ставки. И то, что Джанет Йеллен и ее полномочия не будут продлены, собственно, на следующий срок. Это настоящие новостные бомбы для финансовых рынков, потому что кардинальным образом меняют, опять же, ожидания по поводу ужесточения монетарной политики. Это раз, хотя, наверное, все-таки пока действует полномочия Джанет Йеллен. Мы будем все-таки доверять больше ей, поскольку именно она отвечает за лишения по поводу процентных ставок. Но Трамп, конечно же, стал причиной резкого обвала американца, которую мы наблюдали в рамках вчерашней торговой сессии. И рисковые активы этим просто не могли воспользоваться. Поскольку Трамп сейчас является основным катализатором для всех финансовых рынков, мы понимаем то, что перебрать такой фундамент, пожалуй, могут только, опять же, комментарии с его стороны, но только позитивно, толко. Как вы прекрасно понимаете, сейчас так быстро на них рассчитывать пока не приходится, поэтому нам придется с вами смириться с тем фактом, то, что в ближайшие дни на рынке будут доминировать настроения, связанные с ослаблением доллара, ростом европейской валюты через ее статус фондирования и реакции цепной прочих рисковых активов, которые также будут выигрывать от слабости американца. Но продлится ли это долго, я не знаю. Если бы у меня была возможность точно вам сказать, я бы это непременно сделал. Хочется надеяться, что будут какие-то дополнительные триггеры, драйверы для роста доллара, чтобы сломать текущие тренды. Может быть, рынок постепенно, скажем, начнет смещать фокус своего внимания с геополитических рисков, возможно. И в целом картина улучшится, может быть, завтра, на выходных. Хочется в это верить, потому что американская валюта, если смотреть на текущие котировки против иены, сейчас находится на отметке 108,82. И еще раз хочется, опять же, отметить то, что какие мы молодцы, как мы правильно поступили, то, что все-таки предпочли выйти из американца, даже несмотря на то, что после пятничных non-parm parallels нащупали возможности для роста в активах. Но внимание рынка к геополитическим рискам и эскалации напряженности вокруг Сирии и Северной Кореи не позволит. Дальше находиться в русле потенциально растущего тренда американцев. Сейчас нам, может быть, лучше всего быть максимально адаптивными, пожалуй, как и регуляторам развитых рынков. Нужно терпеть, если мы находимся сейчас, если кто-то из вас находится в краткосрочных, опять же, о сделках по покупке, точнее, продаже рисковых инструментов и покупке доллара. Для долгосрочных трендов, ну, я думаю, что ситуация по-прежнему контролируемая, потому что одним из ключевых постулатов и принципов деятельности любого долгосрочного трейдера является все-таки контроль рисков. И я призываю то, что это краткосрочное, безусловно, нужно допускать возможности любых порс-мажоров, которые на рынке появляются. И самый лучший способ страховаться от них – это не злоупотреблять, не преувеличивать с плечом. Фунт против американца. Вслед за публикацией данных по инцу потребительских цен, которые у нас просигнализировали о том, что инфляция по-прежнему находится на максимальных значениях с 2013 года, вчера у нас была возможность проанализировать целый блок статистики по рынку труда. И по отчетам в целом, как и следовало ожидать, после довольно скромных показателей активности в производственном секретном строительстве, мы предположили то, что вряд ли эта статистика могла стать хабустом для создания и для динамичного создания новых рабочих мест и вообще для прогресса в данном секторе. Уровень безработицы так и остался на прежнем значении – 4,7%, а вот заявки на пособие по безработице выросли. Против прогноза снижения на 3 тысячи, по сути, выросли в 10 раз – до 25 и 5 тысяч. Это плохой сигнал, это тревожный знак, который отражает в целом все-таки объективно слабую макроэкономическую статистику. И в любой другой, скажем, день, при прочих равных и в отсутствии такого уверенного тренда, нисходящего по доллару, мы, безусловно, бы использовали этот фундамент, чтобы продать рисковый актив, в данном случае фунт. Но трейдеры вынуждены были все-таки обратить большее внимание на то, что происходит с американцем, вынуждены были обратить внимание на главного действующего персонажа рынка, и это отнюдь не статистика британского происхождения. Что нам остается делать сейчас? Нам нужно и дальше быть реалистами в плане того, что единственная причина сейчас роста фунта – это слабость доллара. Фундамент у нас копится уже из недели в неделю. Мы получили много сигналов того, что фунт остается уцайдером. Если вас не интересует статистика, не забывайте про политические риски. Мы о них также говорили. Мы говорили о последнем постановлении Еврогруппы. Мы говорили про спорные моменты, которые сейчас есть в переговороческом процессе между Еврогруппой и Англией. Нужно только ждать дополнительные комментарии, нужно ждать сообщения и какие-то подробности по поводу развития, реализации вот этой дорожной карты дальнейшего Брэкзита. Я, как и раньше, остаюсь медведем в отношении фунта и надеюсь, что доллар все-таки позволит нам вернуться к более логичной и предсказуемой фундаментальной картине, которая выступает в пользу слабости рисковых инструментов. Дальше идем. Доллар-канадец. Решение по ставке вчера 0,5%. Мы также не полагали, что ставка может измениться, поскольку оснований для этого серьезных не было. Рост канадца можно было связать с улучшенным прогнозом по экономическому восстановлению на конец 2017 года. Так вот, прогноз был повышен с 2,1% до 2,6%. После этого у нас было опубликовано сопровательное заявление и спустя, там, часто небольшим, пресс-конференцию дал полос, который возглавляет канадский регулятор. И вот здесь вот, что в сопровательном заявлении, что, собственно, в пресс-конференции и о том, что мы услышали, можно поискать негативные сигналы, поскольку, как было отмечено, рост, который сейчас показывает канадская экономика, крайне неустойчив, потому что инфляция продолжает снижаться, то, что США, опять же, после последних исключительно притационистских высказываний Трампа остаются главным риском для канадской экономики, и то, что канадский регулятор в ближайшее время будет больше исходить, опять же, из оценки как освоечных трендов. Так вот, я бы в этом даже попробовал поискать больше негатива, потому что, если все-таки риски смещены, акцент смещен в пользу того, что риски по-прежнему актуальны, я думаю, то, что нам о них не стоит забывать, тем более, что мы с вами очень детально анализировали канадскую статистику и вот, в целом, не нашли там достаточного позитива, чтобы оправдать состоятельности обычного ралли по канадцу. Вчера мы, собственно, наблюдали рост канадца, вопреки даже снижению цен на нефть, то есть здесь еще один признак риска и реляции. Не думаю, то, что он продлится долго, поскольку все-таки, как я уже отметил, и в начале этого брифинга, и в середине сейчас все внимание уделено и посвящено доллару, то есть все прочие активы копируют с реверсом, опять же, то, что происходит с американцем. И как только у нас будет возможность, собственно, сделать акцент на прежней инвестиционной идее, я думаю, то, что мы будем снова говорить про потенциал ухода пары USDCAD выше отметки 1.34. Сейчас котировки у нас, кстати, по паре 1.32.30. Хочу также отметить то, что сегодня в 17.30 состоится выступление ПОЛЗА. Еще один довольно интересный фундаментальный повод сегодняшнего дня. Может быть, после того крепления канадца, которое мы наблюдали в рамках вчерашнего дня, он попробует провести, скажем, разбор полетов и, скажем, проясните картину. И если есть необходимость ослабить канадский доллар, он это непременно сделает. Тем более, что если отмотать, опять же, назад на несколько конференций, ПОЛЗА неоднократно отмечал тот факт, что канадская валюта должна быть более слабой, чтобы были максимально комфортные и лучшие условия для достижения ключевых параметров в денежно-кредитной политике. То есть, сегодня в 17.30 для тех, кто торгует канадцем, очень хорошая возможность, чтобы реабилитироваться и снова увидеть рост пары доллар-канабица. Собственно, из других инструментов по евро у нас из-за слабого доллара снова восходящая динамика. Ничего интересного пока национального фундамента сказать не могу. Завтра у нас два отчета по США, это роничные продажи и инфляции. Посмотрим, смогут ли трейдеры перефокусировать свое внимание на статистику. Это большой вопрос, сейчас он, наверное, многих волнует. Но в целом от статистики я не ожидаю никаких разочаровочных отсчетов. Думаю, что она в целом будет в конве хороших релизов прошлых недель. Из важной статистики сегодняшнего дня в 15.30 заявки, как я уже отметил, по пособиям по безработице в Штатах и в 17.30 выступление полоса. После этого спокойно ждем завтрашнюю торговую сессию и смотрим за тем, как будут разворачиваться события вокруг Сирии и вокруг Северной Кореи. Собственно, друзья, на этом все. Если есть вопросы, как и всегда, вы можете задавать их на форуме о маркетсе и на канале на YouTube. Соответственно, не забывайте подписываться на него и, конечно же, по возможности ставить лайки, большие пальцы, за которые я вас всегда искренне благодарю. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok